Добрый день, мужчины! Сегодня мы будем заниматься техническим выслуживанием автомобиля у вас. В частности, будем тянуть сковорня. Вот такой люфтик. Это легко узнать, когда снимите колесо и подергаете за ступицу. Вот будет люфт. Вот в этом месте. Для этого нам подтягиваться не очень просто и легко. С сковорня, который у нового образца, раньше надо было убирать прокладочки у старых УАЗиков, а сейчас вот такой ключик есть. Но есть одна особенность. Надо ставить ключик туда и стукнуть по нему достаточно сильно. Тогда у вас сковорень будет подтягиваться. Если вы удар не производете, то, скорее всего, вы свернете эти усики. В шпуре не это идет. Ну и также это нужно сделать с двух сторон. И сверху, и снизу. Чем мы сейчас и займемся. Откручиваем гайку. Снимаем шайбу. Откручиваем масленку. И обнаружим, что у нас там присутствует вода. Желательно, вот она. После каждой поездки смотрим, где есть там, куда или нет. Оставляем ключ нащупывая места и ударяем несколько раз. Пробуем подтягивать хворень. Снимаем штуку. Asia жет Ledger. Пятьim. Лапц הא�. Вася марьер è 어렵a. Вот идет, аж от руки пошел, тянем достаточно сильно, потому что, когда будем фиксировать обратно все гайкой, то гайка его немножко обратно будет подутягивать, так что с некоторым усилием больше на одну треть. Вот люфт уже пропал, я его уже не вижу. Все это достаточно легко и просто. Сейчас так же точно собираем обратно и шприцуем обязательно. Сейчас попробую вверх еще подтянуть. Точно так же откручиваем, вставляем, ударяем и тянем вверх. Процедура очень простая и очень вам рекомендую ее делать после каждой хорошей поездки по бездорожью. Проверяйте люфты, а то замена шпырней очень дорогая процедура. Всем удачи, подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Ни гвоздя, ни жезла. Субтитры сделал DimaTorzok